У тебя есть свой чат в Телеграме. Меня приглашают в Сколково на ужин. Ты Рокфеллера знаешь? Для них 100 тысяч долларов, ну, пыль. Это не вопрос мериться достоинствами у кого больше. Впоследствии сам избрался депутатом. Полностью я обеспечил ее связи. У меня 2 плюс 2 это 4, у женщин 2 плюс 2 это любовь. Но которая стоит 11 миллионов рублей. Я жил на 10 тысяч рублей в месяц. Вот сейчас скажут, на футаганские эти пошли. Давай напишем сейчас, в каком университете ты учился. Пусть люди пожалуются. Мы решаем, мы определяем, мы выбираем. Привет, Макс. Привет, Макс. Рад, что ты у меня на подкасте. Я тоже очень рад. Интересная история. У нас получилась встреча. Общий друг наш познакомил, рассказал предысторию такую небольшую о тебе. У тебя есть свой чат в Телеграме. Верно. Я недавно приехал в Москву и уже благодаря твоему чату для себя многие вещи, которых я не знал, закрыл и благодарен тем людям, с которыми я познакомился у тебя в чате. Поэтому вот хотелось бы немножко рассказать, как вообще появилась такая идея. Ну, как ты ее, какую философию ты вкладываешь в это? Потому что я уже почувствовал на себе пользу. Я в декабре, то ли в октябре 2022 года услышал такой кайдзен-планирование от Маргулана Сисимбаева, если правильно сказать. Он тогда сказал, что икигай – это то, что ты соединяешь в себе то, что там полезно людям, то, что умеешь, то, что тебе нравится делать. Вот я взял политику, в которой я был. Я взял умение свое в Телеграме. У меня свое агентство в Телеграме по продвижению в целом и привлечению клиентов. И взял дипломатию как умение договариваться, ну, и понимание людей. Соединил в себе. То есть из политиков у меня пошла база. То есть я взял в целом людей, которые по Москве занимают достаточно очень весомые должности. Это люди, которые с большим социальным капиталом. То есть не просто богатые люди, а люди, за которыми идут другие люди. Взял чат внутри Телеграма. Взял, добавил людей в этот чат. И я объяснил одну простую мысль. Когда-то, ну, ты Рокфеллера знаешь? Конечно. Который вот нефтяные вышки запускал в целом, с нефтью работал. Есть вот, перебью тебя ненадолго, есть трилогия «Титан, финансист, стоик». Теодор Драйзер написал. И там вот как основной персонаж, мистер Каупервуд, он встречается и борется с целыми династиями, семьями. Вот одна из которых – Рокфеллерды, Ротшильды. Вот. Тогда, я не знаю, в той ли парадигме мыслил сам Рокфеллер. Но есть такое понятие, еще пошло от него, как social family – социальная семья, когда твои партнеры, в целом друзья, товарищи, все люди, кто обладают похожим социальным капиталом, и люди уровня, как ты или выше, являются частью твоей такой социальной семьи. Вот я решил в рамках Телеграма объединить таких людей и сделать крупную социальную семью, что и получилось в итоге. Я общался, ну, когда был в политике, там говорят, политика, она и в Африке политика. А где именно ты работал? В плане в политике? Да. Я в Алтайском крае был, я несколько регионов отъездил от одной политической партии, запускал политические штабы, там работу выстраивал полностью. Впоследствии сам избрался депутатом на Алтае, пробыл там в районе шести месяцев, потом сложил свои полномочия, мандат и уехал в Москву. Передал полномочия следующему человеку, кто был в списке, и уехал. Вот. Но когда я был в политике, я понимал, что люди, которые подвластны системе и которые занимают хорошие должности, которые имеют большой социальный капитал, чаще всего ограничивают себя в количестве друзей. Потому что самое главное, что присуще таким людям, это страх. Страх — это эмоции неизвестности. Людям неизвестно, откуда может прилететь. Я не знаю, занимаются люди хорошими или плохими делами. В целом, люди, кто находятся в структуре, они находятся под властью системы. Система обязывает подчиняться ее правилам. Ее правила подразумевают быть стойкими, спокойными, быть аккуратными, тактичными. А тактичность подразумевает ограничивать себя в количестве людей. Интересно. Так вот, я решил, почему бы таким людям не дать то, от чего они уходили. Ну, я прекрасно встречал таких людей, у которых нет друзей. У них их мало, потому что они не доверяют. Ты не знаешь, от кого прилетит. От жены может прилететь, может, от близкого друга. Я абсолютно понимаю тебя. У меня есть похожая ситуация. Я в Калифорнии тоже встречал людей с очень такой большой планкой. Там есть, знаешь, целые районы, наверное, как Рублевка в Москве, куда очень сложно попасть. То есть дома закрытые, закрытые прям комплексы. И тоже понимаю, что у них абсолютно свой круг общения. И вот, чтобы его расширить, наверное, нужно преодолевать вот эти вещи, которые ты говоришь. Не только страх, но и там доверие. Человек должен быть по какой-то рекомендации от твоего друга, да? Да. Но в силу того, что есть же разные поколения, то есть молодые нашего возраста, более старшие. Тут как бы все по-разному, да, ведут коммуникацию в Телеграме, в социальных сетях. Поэтому типа круто, что вот есть такие инструменты и есть правильная философия. Потому что, наверное, просто инструмент мало, да, результата дал бы. А то, что ты закладываешь, прям здорово и круто. Есть даже очень интересная история. Я там на нее пару минут выделю вот людям, кто... Ты веришь в сны, в то, что во снах может приходить нам действительно видение, то, что существует энергия, то, что судьба может быть... Ну, веришь вот больше в такое, в нематериальное? Слушай, я точно во все эзотерическое, во все духовное очень верю, потому что я сталкивался с этим много раз. Но вот касаемо сна, у меня просто вообще сны не снятся. Я знаю очень много людей, близких мне, которые очень много рассказывают мне про это. И я им верю, и как бы мне это интересно. Попробуй мелатонин один раз выпить. А я засыпаю вот в секунду, знаешь, я моментально засыпаю. У меня, возможно, очень такой здоровый сон. Счастливый человек. Я просто не помню, что там внутри. Вот я был в Дубае в этот момент, и у меня появляется... Я постоянно работаю там с большими базами людей, ну, потому что Телеграм — это место, где основная работа заключается в том, что либо ты автоматизируешь процесс, пишешь ботов, там, всяких разных, которые автоматизируют процессы внутри Телеграма, там, лиды генерации клиентов, или там, поиск по ключевым словам в списке чатов, ну, там, своя структура. Но в основном это работа с базами, где ты берешь базу людей и что-то с ней делаешь. Окей. Вот у меня была такая мысль вообще когда-то, что... А могу ли я создать какое-то свое сообщество? И тут, пока я был в Дубае, мне снится сон, где... Ну, там... Я иду по такому переулку, а я знаю, где это там дом, где я родился. Я выхожу на улицу, которая находится позади этого дома, и там девушка готовит мясо с креветками и с рисом. А я почему-то полностью голый в этом сне. Вот вообще без одежды. Я такой прикрываюсь, я говорю, можете мне дать одежду хоть какую-то? И тут из этого переулка, где я проходил, выходит девушка полностью в белом. Вот она как ангел. И у меня к ней странное ощущение. То ли она как будто моя девушка, то ли я ее люблю, то ли я ее вот ненавижу. Непонятные к ней чувства вообще. Она подходит и говорит, дайте ему зеленую майку для того, чтобы он словил баланс. А завтра дайте ему фиолетовую, чтобы что-то, я уже не помню. У меня прямо есть отдельное голосовое, я писал другу. И мы с ней как бы начинаем идти, и выходят девушки абсолютно в одинаковой одежде. Я говорю, слушай, они как будто бы из Сколково. И дальше на этом сон там, ну, продолжается, но уже там неважно. Что ты думаешь? Я запускаю этот чат. А в этом сне мне эта девушка говорит, вот тебе нужно это сделать. Я не помню, как она это точно описала, но видение того, что нужно сделать чат, это пришло во сне. Это прям факт. У меня точно есть голосовое, я могу тебе потом дать прослушать, ты прям удивишься. Суть в чем? Проходит две недели, я возвращаюсь с Дубая, меня приглашают в Сколково на ужин. Где готовят паэлью. Вот я тебе говорю, у меня до сих пор мурашки по коже. Это прям отдельный вечер, где готовят прям паэлью. Выходят официанты в одинаковой одежде, точно такой же, как было во сне. Сейчас дальше самое интересное. Я приезжаю к Кате в ресторан «Баланс». Блин, у меня до сих пор мурашки по коже. Катя, вечер, когда я приехал, она была полностью в белом. Катя вообще удивительный человек, мне кажется, она внеземного вообще происхождения. У нее глаза такие, что вот она вот как ангел. Я ей сижу, а я вообще забыл про этот сон, я ей голосовое включаю, потому что мы про эзотерику тоже вот общались. И она слушает, понимает, что она живет в Сколково. Мы сидим в ресторане «Баланс», на мне зеленая майка. И стоят метафорические карты во всем ее белом помещении фиолетового цвета. Вау. И Кате мне в тот вечер, она и сказала создать чат, из которого она и пришла в этот мир, где я с ней познакомился. Я с ней познакомился через чат. Она попала в список базы с рестораном «Баланс». Так получилось. Слушай, как круто вообще. Не, ну после таких вот еще дополнительных историй, тут точно нельзя не верить. Она сидела вот с такими вот же мурашками. Но ты знаешь, это же еще, наверное, прокачивать в себе вот эту интуитивную возможность следовать своей интуиции, я считаю, сейчас очень важно. Потому что логикой мы очень много мужчины обычно просчитываем, пытаемся там иррациональным способом все простроить у себя в голове. Но то, что вообще происходит в мире, тотально это типа мы не можем контролировать. Я считаю, типа использовать дополнительный вариант, когда у тебя там сердце, душа, интуиция подсказывает тебе какие-то вещи, которые мы не подвластны, предсказать, понять. Это типа как экстраспособность, знаешь. И вот круто, вот я вообще обожаю таких людей, которые, во-первых, не боятся это говорить, ну потому что это факт, это типа работает, по крайней мере, вот уже в сложившихся ситуациях. А в целом мы, кстати, в этом ресторане «Баланс» были, мне там очень понравилось. Да, восхитительный ресторан. В Москве вообще, ну я считаю... Это задумка Кати, она полностью из своей головы вообразила так, как она его видела. И это место реально таких вот людей, кто приходит, общается. И вот хочешь, даже сейчас вот у меня мысль пришла, а у меня здесь есть татуировка на левой части, где написано «Баланс», а сверху половинка сердца и половинка мозга. То есть это типа соединение мужского логического и женского духовного, потому что если мы в 100% идём в логику, мы проигрываем. Ну типа, а где же интуиция? А если уходим в женское, тоже немножко проиграем, потому что нужна дисциплина, нужны рациональные способы достижения целей. Круто, слушай, я вот видишь, как попал-то я к вам вообще случайно, через моего друга, с которым мы учились в РУДН там 7 лет назад, математик Руслан. Кстати, очень тоже интересный человек. Круто, слушай, круто. Да, мы очень часто виделись. Мне нравится, что ты вкладываешь вот такую свою какую-то задумку, потому что я считаю, любой проект, он движется. И почему в этом чате всё так вот живо? Потому что, ну, вот тот, кто вкладывает основную энергию, создатель, он типа и направляет. Я ввёл одну простую мысль. Мне не нравится, правда, когда люди продают воздух. Вот я прекрасно видел бизнес-клубы. Во-первых, это ещё пошло из более... Когда я побывал на бизнес-мероприятиях, разных бизнес-клубов, и ты приходишь, там длинные столы, люди там сидят, вот так вот постоянно меняются, и все тебе свои визитки втюхивают, что-то пытаются объяснить. А так бизнес не делается, и люди так не знакомятся. Отторжение какое-то есть. Полностью. Окей. В чате есть одна простая мысль. Мы не делаем платные мероприятия. Мы можем прийти в ресторан, каждый заказывает, что себе хочет. Хочешь, выпей просто чаю, хочешь, не знаю, закажи себе покушать. Ради бога. Это вопрос каждого. И в таком формате мы встречаемся по разным неформальным встречам. И, допустим, когда человек приходит и имеет право выбирать, брать, что он хочет, у него есть свободная энергия на то, чтобы отдавать. Таким образом люди делятся знаниями внутри чата. В целом у нас очень много вопросов было решено в формате выйти на топ-менеджеры. Там Роснефти, там ещё кого-то, ещё кого-то. Какие-то вопросы я сам решаю. У нас, допустим, в чат пришла одна девушка. Я не буду раскрывать личность. Она очень известная, тоже у нас по стране. Ей нужно было перенести бизнес с одной локации в другую, в нашей стране вообще в целом. Там с Москвы в дальний регион, потому что хотела открываться в природной местности. Полностью я обеспечил её связями, которые позволили ей на уровне вплоть до правительства, перенести её бизнес не из позиции взять деньги и сделать фиктивную юридическую работу, а из позиции взять её бизнес и помочь развиться её бизнесу в регионе. То есть это тоже очень важно. Какой подход и какие связи. Есть связи, которые просто закрывают деньгами, создают фиктивность. А есть те, кто создают полезность. Вот моя задача была, чтобы в другом регионе, где она запустилась, прям была полезность, и это было хорошо. Не просто человек содрали деньги, а прям реально ей помогли. И я с этого процента не взял. То есть я просто соединяю людей. Сейчас я запускаю своё второе агентство, это как второй бизнес, он будет называться «Доверие», где как раз-таки будут решаться такие вопросы, потому что связи – это очень ценная штука. Слушай, мне кажется, ты зарабатываешь такой кармический бонус себе. Наверное. Менеджмент кармический, да? Да. Книжка интересная. Здорово. У меня сразу возникла мысль, что в Лос-Анджелесе, мне кажется, несколько лет назад, два года назад, Портнягин хотел запускать вот Клуб 500, но на Америку. Я был на первых этих мероприятиях, честно говоря. Это единственный мой опыт, где я попытался прочувствовать, что это. Мне вообще не зашло. То есть когда приезжают реально какое-то конкретное количество людей. И я не знаю, может быть, я очень однобоко смотрю на это, но для каждого, наверное, свой формат ближе. И типа сейчас среда меняется, сейчас структура вообще жизни совершенно иначе выглядит, на мой взгляд. Когда ты много путешествуешь, много впитываешь, ты понимаешь, что вот одни вещи не работают. Нужно максимально быть flexible. Это типа быть подвижным к тому, что вот структура 10 лет назад была одна, сейчас другая. Сейчас благодаря интернету, искусственному интеллекту настолько все быстро проникает. Одна система в другую, улучшает ее, и вот баланс это типа соблюдать новое. Ты знаешь простоту, ой, господи, простоту, как вот называется, когда, ты знаешь, вроде как бы это логически должно идти, но это нелогично. Тривиальное решение? Ну, грубо говоря, вот, забыл это слово, ладно, вот, допустим, возьмем систему, да, люди предлагают какие-то новые продукты на рынке. Вот взять тот же самый бизнес-клуб, что это по сути? Это такая социальная семья, где ты платишь просто членский взнос за то, чтобы в ней участвовать. Но мы сегодня сталкиваемся с такой проблемой, что чем больше мы усложняем систему, тем сильнее она дает отпор. Это как примагничивать два абсолютно, там, вот, плюс-плюс, минус-минус. Они будут всегда отталкиваться. И чем сильнее ты пытаешься сжать, тем сильнее будет сопротивление. Это о чем я говорю. В сегодняшнем мире люди не пытаются создать велосипед. Они пытаются облегчить конструкцию велосипеда, сделая его проще. Но иногда суть проста. Не нужно усложнять то, что и так работает хорошо. Чат, друзья и связи, и в целом сообщество, которое существует, они держатся на простых человеческих понятиях. Когда мы берем какой-то, допустим, взять тот же самый бизнес-клуб, даже тоже бизнес, ты платишь членский взнос, создатель там зарабатывает, замен делает мероприятия и так далее. Пытаются усложнять. И не только в бизнес-клубах, но сейчас в большинстве бизнесов. Вот вчера яркий пример. Я был на встрече, мне говорят, Максим, а почему бы не написать бота в Телеграме, который благодаря искусственному интеллекту в рамках бизнеса будет отвечать человеку на вопросы. Я говорю, человек хочет зайти, прочесть о том, кто ты, почитать отзывы и заказать услугу. Ему не нужно болтать. Да, это выглядит круче, это классная фича, которая выглядит классно, но зачем усложнять то, к чему человек приходит максимально просто? Иногда для того, чтобы выпить просто воду, нужно протянуть руку и выпить воду. Тебе не нужно пить из определенного крутого стаканчика или перед этим сделать масочку на лицо или прочитать аффирмации, понимаешь? Я тебе вот сейчас могу добавить, с тобой абсолютно согласен, даже иногда, это, наверное, тренд пошел, вот ты, когда живешь в Америке, ты начинаешь понимать минусы того, что ты плохо знаешь английский, да, там, по началу. И когда ты по телефону связываешься с банком, тебе хочется, чтобы с тобой ответил, с тобой поговорил человек максимально компетентный. Ну, это вот простая задача. Отвечает тебе робот, который говорит, что есть такая опция и есть другая опция. Я говорю, no, I don't have this option. Мне нужно вот то, что мне нужно. И он тебе продолжает навязывать искусственный интеллект, вот те скрипты, которые типа прописаны у него. И я такой думаю, вот сколько людей на это попадаются, и вот у них есть своя какая-то, ну, задача, которую человек способен вот так вот решить. А искусственный интеллект навязывает тебе вот либо выбор сюда, либо выбор сюда. Это, конечно, отголоски того, что мы, конечно, капиталисты, хотим сэкономить, хотим типа меньше платить работникам. Искусственный интеллект заменяет эту вещь, но качество и настроение, вот я по себе это очень много раз проходил, настолько портится. Я вот бывает после этого звонка, либо могу бросить трубку там после 50 минут, когда меня не переключает на то, что я хочу получить. Поэтому типа опять же баланс. Не все нужно вот... Тем людям, кто так же, как Макса, звонит, просто нажимайте циферку ноль всегда несколько раз. Проверочное слово «звон». Да, и всегда надо ноль нажимать, и тогда вот тебя перевезет сразу на оператора. Нет, это в России, я это уже что-то знаю. Да? В Америке не работает? Нет, в России. В Америке не так, там, конечно, есть разные ситуации, просто там есть прям действительно определенный набор. И типа мне кажется, задача все равно, я говорю, соедините меня со специалистом, они тебя все равно очень сложно соединяют, потому что до того тебе нужно сказать там свой social, сказать свои какие-то проверочные слова, которые ты вбивал. Но это все равно, это знаешь, это ощущение, что тебя как-то используют. И я, возможно, не прав, возможно, это такой алгоритм действий. Но вот когда я помню те времена, когда я общался с человеком и быстро решал эти вопросы, мне прям такое теплое ощущение от этого. Это все равно, что вот сейчас я бы, если бы рядом проезжал офлайн-офис, я бы с удовольствием заехал в офлайн-банк, пообщался с человеком, не знаю, может, я старого формата уже, но меня вот как-то вот эта часть искусственного интеллекта, вот этих опций отталкивает сильно, потому что невозможно заменить человека, невозможно заменить простоту и обмен энергией. Да, про что я и говорю, что сегодня пытаются продавать все под видом новшества, но не всегда это так. Вот, допустим, у меня в бизнесе, я последний раз рекламу, первый последний раз запускал год назад, когда заходил полностью в Телеграм. Сейчас, по сегодняшний день, я полностью на сарафанном радио, некоторые клиенты прям ждут по некоторому времени, пока там я не доберусь. Я не могу себе позволить переключить клиента на тех людей, которых я пока не до конца обучил. Это сейчас я начал бизнес автоматизировать и передавать клиентов, но пока я там каждого самообрабатываю. Но логика в моем бизнесе, она простая. Цена там за одного клиента, она в несколько десятков там раз ниже, чем в целом там в Инстаграме или где-то еще. Потому что всегда все сводится к самым простым вещам. Есть бизнес, есть целевая аудитория, есть вопрос ощущения, чувств, которые ты продаешь этой целевой аудитории. Все мы покупаем или продаем эмоции. Сто процентов. Это больше ничто. Мы только покупаем эмоции. Мы с тобой сидим там на подкасте, да? То есть мы почему, условно говоря, выбираем студию? Потому что мы понимаем, что за нас там монтируют кто они или ты? Нет, у меня есть свой монтажер. Ну хорошо, допустим. Здесь там хорошее качество звука, хорошая съемка. В целом здесь все ровно и понятно. Мы покупаем ощущение уверенности. Люди, кто смотрит этот подкаст, да, всем привет, куда смотрели до этого момента. Ставьте лайки, подписывайтесь, кстати. Хорошая мысль. Да. Люди тоже хотят услышать интересную мысль. Для чего? Для того, чтобы стать лучше. В целом, если говорить про мужчину, у мужчины есть три пласта, на чем держится вся его жизнь. Это вот я услышал одного тоже интересного человека. Это доминантность, быть лучше, чем другие. Ресурсоемкость – это иметь ресурсы в целом, связи, машины, квартиры и так далее. И это сексуальная успешность, чтобы рядом была девушка, и в целом сексуальная энергия крутилась. Вот если какого-то одного из этих трех китов нет, то будет что-то не так. И все мужчины, которые делают действия, они делают ради этих трех действий. Вот все, что ты не перечислил, все сводится только к трем. Доминантность, ресурсоемкость и сексуальная успешность. Все. Какие-то вещи объединяют несколько этих китов. Больше мужчин как бы ни для чего не действует. Интересно. Есть, конечно, я слышал другие вариации этого выражения по поводу того, что движет людьми, и какая внутренняя мотивация, что это сначала сексуальная энергия, влечение, что это потом в итоге какая-то власть, чувство власти. Доминантность. И еще какие-то... Владение ресурсами. Потому что владение ресурсами дает тебе ощущение безопасности. Но в итоге мы приходим по моему... Как я слышал этот вариант, мы выходим к любви. Любовь. Все определяет любовь. А это самая главная энергия нашей жизни? Безусловная причем. Как бы это эфемерное такое понятие, unconditional love. Потому что безусловная любовь даже, наверное, к родителям и к детям все равно не всегда проявляется. А от человека, допустим, от твоей любимой женщины, от жены, ну, невозможно требовать безусловную любовь, хотя мы все ее хотим. Ну да. Мы сейчас перейдем вот именно к теме любви. Интересно. Вообще, в целом, к сексуальной энергии, к обсуждению ее и к любви. Но про мужчину я с тобой согласен. Да. Точно, если ты честен с собой, точно тебе нужно вот эти три фактора иметь. Не знаю, по каким критериям живет женщина, честно скажу, потому что девушки... Я больше... У меня рациональное мышление, как, наверное, у большинства мужчин. Всегда четкая логика. У меня 2 плюс 2 — это 4, у женщин 2 плюс 2 — это любовь. То есть у них все максимально просто. И поэтому мы их не понимаем иногда. Их надо чувствовать на интуиции. Вот если у тебя развита интуиция, у тебя с девушками все хорошо. Эмоциональный интеллект прокачивать свой, да. Вот. Девушка выбирает мужчину по двум простым вещам. Сможет он обеспечить ее безопасностью и пропитанием ее и ее потомство. То есть женщина-мужчина выбирает в целом по тому, как она себя рядом с ним чувствует. Поэтому, когда мужчины говорят там, кто платит на первом свидании, мужчинам нужно понимать, что первое свидание — это показатель себя. Это не значит, что нужно там водить в ресторан, но ты даже если просто там кофе ей купишь, она уже на базовом уровне почувствует себя рядом с тобой, как с мужчиной. Это не вопрос мериться достоинствами у кого больше, понимаешь? Абсолютно. Это нормально, когда ты как мужчина можешь закрыть вопрос девушке. Но тоже важно понимать, ты не должен там делать ей дорогие подарки в самом начале, как там человеку, который тебе симпатичен. Станет девушкой, конечно, матерью твоих детей, твоей женой, твоей любимой женщиной. Инвестировать, инвестировать уже в какие-то устойчивые семейные отношения. Да, мы про женщину тоже вот надо, да, сейчас поговорить. Я вот не до конца помню, о чем я говорил до того, как мы пришли к трем мужским китам, ради чего мы действуем. Вот, мы что-то про простоту говорили в действиях. А, почему люди выбирают эмоции? Эмоции, да. Да, хочу вот закончить, сказать, что нужно в каждом бизнесе, чтобы бизнес был успешный, в целом были хорошие продажи, нужно понимать, какую эмоцию у тебя покупает человек. Но тут важно не манипулировать. Люди не дураки. Они поймут, если ты им что-то навязываешь и заставляешь их чувствовать так, как нужно тебе. Нужно поступать максимально честно и там благостно. У нас была ситуация самая недавняя, в агентстве полтора месяца назад появилась такая опция, галочки в Инстаграме. Там полтора месяца назад их нельзя было получить так, как можно сейчас получить. Сейчас там гайд купи, вот мне клиентка сказала, там за 2 или за 2,5 тысячи рублей, и ты можешь в целом, сменив там номер через как-то, махинации, VPN и так далее, галочку получить. До этого было невозможно. И как бы их продавали за 2, за 3 тысячи долларов. Вот ты представь, у меня клиентка заказывает за 3 тысячи долларов, и галочку просто не выдают. Человек кидают, но благо, вот у меня есть лучший друг, Тимур Лан, он меня в целом в Телеграму привел. Он этот вопрос закрыл, деньги скинули, я эти деньги отвез. Вопрос чести. Понимаешь, в каждом бизнесе нужно понимание эмоций и чувства у клиента. Даже не целевой там портрет, как говорят, создавь, какие волосы у человека, возраст. Все равно. Вопрос эмоций. Зачем к тебе приходит человек? В моем бизнесе приходят за уверенностью, за пониманием, что деньги заплатили, и это будет отработано. За все время именно в моем бизнесе не было ни одного возврата. Был случай, когда просто сказали, давай другую опцию выберем, все. Я больше галочками не занимаюсь, то есть я стал понимать, что лучше я останусь при том, что я сам умею, чему я сам учусь и чему сам я обучаю. Вот это должно быть в бизнесе. Сторонние это такое себе подряд. Слушай, это очень верное замечание, потому что, ну вот смотри, я даже по себе могу сказать. Все вещи, которые я выбираю, допустим, приехать и попасть в незнакомый для себя город, да, незнакомую атмосферу. Я пытаюсь найти какую-то определенность, допустим, вот чат, допустим, арендовать машину. Я иду не к первому встречному, а иду на какие-то проверенные агрегаторы, на площадке, у которых есть рейтинги, да. Это как бы сама структура на этом построена. И, соответственно, дальше, чтобы играть по этим правилам, нужно самому это транслировать и самому, ну, так себя вести. Потому что если это будет размножаться и источать вот эту энергию из себя, то ты будешь ее просто тупо притягивать. Потому что, видишь, вот в этот чат, допустим, попал я случайно. Ну, я, наверное, тоже какие-то вещи делал так, чтобы соединиться. Соответственно, ну, в будущем просто дальше же будут разные развития событий. Вот мне интересно, какое количество ты видишь, как масштабировать вот эту идею? Потому что люди с разными взглядами. Кто-то считает, что это правильная позиция — быть честным и транслировать, ну, кармический такой подход. Как ты считаешь, вот есть какой-то порог, фильтр, через который ты отбираешь людей в это сообщество? И какой масштаб ты видишь в будущем? Вот интересно. Как я отбираю в целом людей в сообщество? Люди, как правило, приходят туда по сарафанному радио. Слушай, у меня там вот, допустим, есть там девушка, одна, она говорит, у меня там друг с Питера приезжает, у него там свой завод. Можем ли мы его добавить? Я говорю, конечно, можем. Если ты его рекомендуешь, и ты несешь ответственность за человека. Сарафанное радио. Да, конечно, пожалуйста. Никому абсолютно я не навязываю мнение, что нужно там быть благостным и так далее. Человек к этому должен прийти сам. Большинство проблем людей, я заметил, я сам перестал в последнее время что-то рекомендовать или учить людей, пока нет такого запроса. Ты можешь доносить, что верно, но тебе нужно понимать, что это верно не просто для тебя, а в парадигме твоей жизни это верно. Для кого-то это может быть неверно. В мире в целом существует баланс. Для кого-то это правильно. Вот мы на одну и ту же цифру смотрим. Для меня это 6, для тебя это 9. Кто из нас прав? До тех пор, пока не поставить точку с какой-то из сторон, которая означает, что вот смотреть именно с этой стороны. Абсолютно. Это вот сейчас ты тоже больную тему затронул, потому что, знаешь, типа в каждую страну, в которую ты приезжаешь, ты начинаешь погружаться в менталитет, в культуру, в язык. Есть такая даже поговорка, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. И когда ты соприкасаешься с другой культурой, ты как бы очевидные для тебя вещи. Вот 6, ты видишь 6, ты эти вещи говоришь и объясняешь. А человек с другой культуры, там на другом языке говорящий, видит тут действительно девятку. И я-то прав по-своему, потому что моя ментальность, моя концепция мира заключается вот в видении шестерки, а его концепция заключается в видении числа 9. И типа истины по сути нету. Истина заключается в том, в умении, мне кажется, принять точку зрения его. Все правильно говоришь. Посмотреть на эту цифру и как-то опять начать компромисс найти, сбалансировать. Ты знаешь, ты все правильно говоришь. Одна из наших задач в жизни — это научиться чувствовать другого человека. Ведь, как правило, мы все, вот есть прекрасная книга, ты, не знаю, слышал, не слышал, там Эрика Берна, игры, в которые играют люди. И люди, которые играют в игры. Он написал про три эго-состояния — ребенок, взрослый и родитель. Точнее, родители и взрослые. В целом мы все играем в игры. Если эти игры научиться обходить, а игры — это что такое? Когда ты неформально пытаешься навязать свою точку зрения или словить ситуацию, которая будет тебе по душе. Манипулировать. Манипуляться, да. Ребенок манипулирует родителей. Да, не знаю, ты приходишь домой поздно, девушка так глаза закатила и пошла на кухню, допустим. Она могла тебе сказать, слушай, мне некомфортно, мне это не нравится. Но она что делает, чтобы ты пошел за ней, сказал, слушай, я сегодня действительно задержался. Это же игра, правильно? Иногда игры необходимы, их не нужно исключать. Но если люди очень много играют в игры, в итоге они попадают в просаг, так, что результат игры не соответствует тому, чему они хотели. Потому что не каждый человек понимает, что это игра. И обязанно по ней играть. И согласается с правилами. Конечно. Вот, поэтому в нашей жизни очень важно понимать, что хочет человек всегда там напротив тебя. Это может быть твой партнер по жизни, это может быть коллега по работе, это может быть там член твоей семьи, условно говоря. Вот важно понимать, почему это так. И принимать решение, исходя уже со взрослой позиции. Вот постарайся просто отстраниться, выслушать и себя, и его. И понимать, а почему так произошло. Из этого, конечно, нужно брать опыт и идти дальше. Я думаю, стоит женщинам судить еще, да? Девушкам. Ну вот это у меня, допустим, недавно произошло такое откровение серьезное. Я тоже больше рациональный. Я закончил вообще физмат, физико-математический факультет. Поэтому в шахматы обожаю играть. У меня такая структурированность мозга. И полное, наверное, было отсутствие какого-то понимания, что эмоциональный интеллект важен. И вот мне моя девушка посоветовала книгу «Emotional Intelligence». Я забыл, если честно, автора. У меня после и в момент чтения просто распаковывались какие-то инсайты в плане того, что мы все меряемся эго какими-то подобными вещами, типа вот у меня интеллект 200. Есть системы, которые меряют твой интеллект. А до сих пор очень мало существует вещей, которые могут померить твою эмоциональную устойчивость, эмоциональную твою, как это называется, capacity. Ну, рамки твои, померить, где ты мыслишь от до, да? Да. И вот даже ты говоришь, где-то с девушками мы ссоримся дома, да? И в каких-то моментах ты же чувствуешь, что они более устойчивые. У них эмоциональный интеллект реально более развит. Они на каждодневных каких-то основах практикуют эти вещи. И я понял, что уделять этому внимание 100% важно и нужно. Я даже слышал, что вот эту книгу где-то советовали на одном из больших форумов даотских, что она входит в топ-10 книг нового мира, что нужно обязательно это имплементировать в свою жизнь. Ты знаешь, в целом для меня было в какой-то момент открытием, что наши чувства и эмоции — это просто биохимический коктейль гормонов. Вот, не знаю, сейчас ворвется сюда тигр, у тебя автоматически повысится адреналин, и мозг будет думать только о том, как спастись. — Часть мозга вот этого древнего, она типа на тысячелетиями, она вот это себе копила. — Конечно. Вот возьми сейчас твою девушку, отправь ее в другую страну отдохнуть просто там с родителями и так далее. Вот просто оставь себе одного, ладно, никуда не отправлять ее. Ты будешь скучать. У тебя дофамин сразу понизится. — Я уже скучаю. — Вот. — Моя девушка смотрит же канал. Я уже час, вот мы не вместе, я уже скучаю. — Ну вот. Моя девушка не смотрит канал. Потому что... Ладно, я не буду шутить. Просто некому смотреть. Грустно. — Угу. — Буду сейчас плакать. Ладно. — Давай вернемся, да, Гарри. — Да. Что хочу сказать. И в целом наши эмоции и чувства — это биохимический коктейль гормонов. И нужно понимать, что если ты умеешь вот этой химией управлять, мы можем себя... Вот, допустим, если ты будешь сидеть улыбаться, у тебя автоматически повысится гормон радости. Если ты будешь себя вгонять в депрессу, у тебя будет там серотонин, допустим, повышен. Кортизол, то есть. То есть все зависит от концентрации гормонов в крови. И этой концентрацией можно управлять мыслями, что самое интересное. То есть когда людям говорят, что ты ответственен за свои эмоции и чувства, в целом за свою жизнь, нужно иногда понимать как. Вот у меня работает только так. Я должен понимать, как это работает. И вот я понимаю, что эмоциями я могу себе вообразить ситуацию, которая выдаст всплеск тех гормонов, которые мне нужны. И это очень крутая штука, которой я пользуюсь. То есть если мне надо, допустим, повысить кортизол или дофамин, я просто представляю ситуацию, где там мне хорошо, там либо, допустим, я в стрессе, либо что-то еще. Поэтому я понял, почему в целом депрессовать не нужно. И грустить по жизни тоже не нужно. Потому что ты сам себя начинаешь вгонять, и эти гормоны просто вот их вот так-то разгонять. Сто процентов с тобой согласен. Это, вы знаешь, мы так легко об этом говорим в теории, да? Как бы мы все это понимаем, но когда случаются такие стрессовые ситуации с любимым человеком или в семье, как бы даже вот этих знаний теоретических порой не хватает. Мне помогла одна очень простая штука. Я помню, я тогда был в общежитии, я жил. И у меня так получалось, что я жил на 10 тысяч рублей в месяц. Вот сейчас скажут, на фунцоганские эти пошли. С трудностей в успех. Я не до конца еще успешный человек, у меня расти и расти. Как и всем нам. Конечно. Мы никогда, мне кажется, не остановимся, главное духовно расти. Цель жизни – стремление к самосовершенствованию. Конечно. Каждый день. Иначе останавливается общий смысл. Да, энергия идет только тогда, когда ты двигаешься. В этом весь секрет. Поэтому если вам плохо, у вас депрессия, начните с уборки дома. Энергия появится. Энергия появляется в движении. Не существует такого, что энергии нет. Даже в депрессии есть энергия. Просто ты ее интерпретируешь в обратное. Ты знаешь, ты мне такую вещь сказал, я же закончил физмат. В физике есть такое выражение, энергия перетекает всегда из одного состояния в другое. У нас есть яблоко. Мы поднимаем яблоко, совершаем кинетическую энергию, энергию действия. И из кинетической энергии яблоко приобретает потенциальную энергию, когда мы его держим над воздухом. Соответственно, энергия не может появиться откуда-то. Она всегда существует, и она просто форму меняет. Из кинетической в потенциальную, и с потенциальной в кинетическую. Во всей вселенной. Понял тебя. Вот, насчет общежития. Я тогда жил на 10 тысяч рублей в месяц. Я тогда уже начал заниматься финансовой грамотностью. Я расписывал учет расходов-доходов. Я до сих пор помню, что у меня сначала было в районе 2800 рублей на сладкое уходило. Спустя три месяца учетов-расходов у меня уже 600 рублей уходило. Это какой год был, чтобы понимать стоимость рубля? Это примерно 17-й, может, год. Вот 18-й, 18-й год. Может, даже... Ну да, 18-й год. И у меня так получается, что я тогда общался с девочкой, с очень интересной. Я прям тогда действительно верил в любовь. А сейчас не веришь? Ну, сейчас я просто по-другому отношусь. Я думаю, что спустя ситуации, которые произошли в жизни, мне нужно вновь научиться. Просто я автоматически стал более таким, знаешь, закрытым. Это можно раскрыть. Да, главное, жертву себя не строить. Я такой весь бедный. Нет, как бы всему можно научиться вновь и обратно. Так вот. И когда я проживал это время в общежитии, еще, знаешь, там с утра тебе стучатся, говорят, иди там снег убирай. А ты платишь за общежитие, как бы должны люди убирать. Ну, как бы у каждого есть своя роль. Там, я учусь. Зачем я должен там в 7 утра или в 6 утра вставать и снег убирать? Так, давай напишем сейчас, в каком университете ты учился. Пусть люди пожалуются. Ну, я тогда учился в Алтайском, ой, господи, в Алтайском, в Саратовском аграрном университете. Вот потом я в Плеханово поступил, и было там общежитие на Бахметьевской 8 в Саратове. Вот я там жил на четвертом этаже, что ли, или на третьем, не помню, не суть. Я вот общался с девушкой, и так получилось, что в один день мы с ней там расстаемся, там по определенным причинам, очень больным для меня, прям серьезным. Это ударило по мне. Я с того момента, я помню до сих пор, я на следующий день сижу, я просыпаюсь, во-первых, когда ночью я узнал о ситуации, у меня в голове как будто стекла разбили, положили в мешок, и вот так вот их крутят, прям такой хруст в голове. На утро я беру сковородку, у меня сковородка просто с руки падает. То есть я просто потерял себя в какой-то момент, я не знал, что происходит. Ну, я пошел году пиццу, сел и начал расписывать, кто есть я, что я могу, и все сферы своей жизни. Вот с того момента пошел мой рост. Если бы не та ситуация, мне кажется, до сих пор бы так бы и, может быть, не выросли, и бы через другие ситуации рос. Суть в чем? Я на 7 месяцев, на 6-7 месяцев впадаю в глубокую, прям по тому времени, депрессию. Я отключал телефоны, я просто не выходил на связь, я не общался с людьми, я гулял подолгу, я бегал, я агрессировал. В общем, ужасно было на душе, потому что я не мог понять, за что так произошло, то, что произошло. Я тебя понимаю. Вот. И я впадаю в депрессию, благо у меня был наставник, который меня там постоянно рядом удержал, он спрашивал, как я и так далее. И мне первое, что помогало, это китайские чаи, с тех пор я их полюбил. Это габа, пуэр, это то, что разгоняет кровь и дает какую-то, не знаю, может, интоксикацию. В общем, чайные наркоманы есть такие люди, вот я с того момента полюбил китайские чаи. Сейчас я там пью мелису на ночь, либо там зеленый там дракон, как это называется, черный дракон. Вот. Суть в чем, я впадаю в депрессию, и я не знаю, как из нее выбраться. И тут в моей жизни, это что еще раз подтверждает, что все люди в жизни не просто так. Мой одногруппник, с которым я вообще никак не дружил, мне просто в один вечер пишут, слушай, говорит, хочешь прогуляемся? Я говорю, давай. И мы пошли на Саратовскую там набережную, там, где еще мост самый длинный вроде в России, между Энгельсом и Саратовым. И я ему объясняю всю эту ситуацию, и он мне сказал вещь, которую я, мне кажется, на всю жизнь свою запомнил, и что мне помогло выбраться в тот день. Он говорит, тебе нужно понять, что мир такой, какой он есть. И тебе нужно дать право на то, чтобы он существовал так, как он хочет. Вот он просто существует. За тобой выбор, что ты хочешь видеть в этом мире. Все максимально честно. Ты можешь хотеть, чтобы в твоем мире было все грустно, и так и будет. Никто тебя не будет жалеть из позиции, что ты жертва. Ты что? Не думай, что будет грустно. Будет хорошо. Ты можешь мыслить позитивно. И так и будет. Вопрос всегда твоего выбора. Мир неизменен. Вот возьми, ну, ты там в Америке был, там же океан? Ну, взять там. Я жил рядом у побережья на Pacific Coast Highway. Да. Ну вот, возьмем море, да? В некоторые штаты они соприкасаются с побережьем, с океаном. Некоторые нет. Окей. Окей. Возьмем любую там жидкость в любой форме. Я имею в виду именно жидкость в форме, допустим, там в сосуде куда-нибудь. Ну, либо возьмем море. Частицы, которые находятся в нем, они неизменны. Они не двигаются. Двигается лишь волна намерения. Ты можешь даже заметить, ты там кинь просто теннисный мячик в воду. Волна пройдет, его поднимет, он останется стоять на месте. Он спустя какое-то время, понятное дело, инерции моря, он доплывет. Но частицы в море, они остаются неизменны. То же самое, что и в мире. Неизменно ничего. Время не поменялось. Сегодня ровно то же время, что и было 10 лет назад. Поменялись лишь намерения людей и их взгляды. Мы можем точно так же вернуться в то время. Это очень интересная мысль, да. Добавлю вот такую штуку. Сейчас сформулирую. Мы все ошибочно полагаем, что нам нужно что-то еще для состояния счастья, кроме правильного состояния сознания. Нужно просто доверять и верить. Вот для меня это вера, это вера в Бога. Она помогает. Просто понимание, что не перекладывание ответственности тоже очень важно. Что там Бог решит. Нет, есть. Это может быть даже... То есть в моем понимании вообще Бог, если затрагивать вкратце религию, это все, что нас окружает. То, из чего мы состоим. В целом вселенная, это вот есть создатель. Вот для меня это вот так вот. Я не представляю там сущность Бога, как человек. Говорят, мы по подобию созданы. Я сторонник того, что по подобию взгляни на наши вены, да, даже как ветви деревьев, как корни. Фрактальная структура. Да, в глаза взгляни на структуру мозга. Мы созданы по подобию вселенной. Мы есть вселенная. Мы решаем, мы определяем, мы выбираем. Отличие богатых людей, тех, кто еще не пришел к успеху, возьмем даже не деньги, возьмем просто состояние счастья. Разница просто в голове. Что у этих людей? Вообще все лимиты, все ограничения, все в голове. Вот мы много раз общались, как раз это все идет из детства. Вот ребенок, и когда ты становишься взрослым и берешь ответственность за свой выбор, как ты правильно говоришь. То есть вот для меня определенная сумма — это много. Допустим, ну, 100 тысяч долларов, да. Я уже чувствую давление этой цифры. А вот общаясь там со своими, даже с верстниками некоторыми, для них 100 тысяч долларов, ну, пыль, мука, да, как некоторые любят говорить. Нет, вопрос в том, что это вот типа одна структура, ну, материальное восприятие, да, вот этой энергии денежной. Допустим, ну, это же почему-то в голове у меня так сложилось, потому что это то же самое 6 и 9. Для меня это 6, для него это 9. Я могу также в голове представить, что это 9. Просто вопрос выбора. Что мне нужно, чтобы поверить, что это так? Я заметил, что нам очень помогает расширять сознание в целом, даже финансовое сознание, количество денег, которые мы можем потратить. Люди боятся тратить. Это правда. Вот я понимал, что когда там я не мог себе там, ну, условно говоря, допустим, вот у меня есть там 20 тысяч рублей свободные, и мне понравился какой-то там кожаный рюкзак. Классный. Он стоит 15 тысяч. Вот что я обычно бы сделал? Я бы зашел бы там на Wildberries, либо куда-то там на Яндекс.Маркет. Это не реклама, друзья. Можете и заплатить. Вот. Я бы посмотрел бы рюкзак дешевле. Но когда ты как бы теснишь то, что тебе некомфортно, в следующий раз это теснение, оно сохраняется. Как говорят, опыт не пропьешь. Финансовую свободу, точнее, даже правильно сказать, финансовое сознание свое ты тоже не пропьешь. Финансовое сознание – интересный термин. Чем больше ты себе готов позволить, вот если, допустим, взять твой там весь капитал, условно говоря, распродать все, что у тебя есть. Ну, допустим, у тебя будут те же самые 100 тысяч долларов. Вот представь дом, которым ты всегда мечтал за 100 тысяч долларов. Ты его покупаешь, но ты остаешься без гроша в кармане. Ты же не купишь, потому что ты боишься в первую очередь остаться в этот момент без денег. А что ты будешь кушать? Или почему ты его не купишь? Или ты купишь, например, его? Вот мы, кстати, сегодня с тобой встретились за полчаса до подкаста, и в магазине увидели жирафа, да? Да, 11 миллионов. Двухэтажный классный жираф, но который стоит 11 миллионов рублей. Такая вот вещь, да, которую ты потом, наверное, вряд ли продашь. Это нельзя назвать инвестицией в что-то ценное. И вот вопрос, опять же, выбора, то есть вот мы по-разному посмотрели на эту точку. Допустим, кто-то может эти 11 миллионов инвестировать в различные там высокорисковые, низкорисковые опции, а кто-то может купить и наслаждаться, вот последние деньги отдав, или не последние, на вот эту вот, на предмет искусства. Тут нельзя судить, что это правильно или неправильно. Это вопрос реально выбора. Но то, что это формирует привычку, очевидно, это факт. Потому что я очень много в жизни над этим думал. Если у тебя уже есть диверсификация и мышление, в какие вообще опции ты можешь инвестировать, и ты постоянно это делаешь, то, наверное, купить этого жирафа, типа, если ты этого реально хочешь, расширит твое сознание. А если у тебя вообще нет понимания, что такое финансовая грамотность, финансовая свобода, то вот эта практика применения этих денег вот в эту струю, наверное, более важна. Тут все зависит действительно от твоего масштаба сознания, восприятия. И, типа, поэтому и существует этот жираф. Я в первую очередь посмотрел на его качество. Вот когда мне сказали 11 миллионов, для меня в голове 11 миллионов, ну, это несоразмерно тому, что было. Он красивый, я не спорю. Но я понимаю, что его себестоимость максимум была 1300. Ну, пусть, это я говорю про материал, ну, пусть с работы он вышел в 500. Он больше, правда, не стоит. Вопрос, я понимаю, о чем ты говоришь. И он бы стоил 11 миллионов, если бы он был сделан качественно. Но мы же с тобой видели швы, просто по ногам идет зашитый шов, кто-то просто там нитками зашивали. Но это странно, что за 11 миллионов такое есть. Ну, вопрос в целом в другом. Вопрос в целом в том, что это же вот такое эфемерное ценообразование. Это предмет искусства. Предмет искусства, который ты хочешь и можешь поставить у себя дома. И вопрос в том, что, допустим, для нас, для меня тоже. Эта покупка вызвала бы какой-то, ну, выход из зоны комфорта, какой-то диссонанс. Почему, да, я должен тратить вот такую сумму денег большую, да? Ну, нужно еще понимать, что ты еще получаешь. Вот ты представь, вот ты заходишь, а у тебя там двухэтажный дом. И он стоит вот в зале. У тебя огромная панорама, и он стоит перед ней. Ты же постоянно будешь его видеть. Ты же постоянно будешь получать радость. А это другая эмоция. Ты, по сути, за 11 миллионов не только покупаешь вещь, но ты еще покупаешь свое состояние, ощущение рядом. Очень крутая эмоция, да. И ты постоянно генеришь. Вот тоже самое, хорошая машина. Вот говорят там, блин, машина стоит, ну, допустим, взять, ну, допустим, возьмем BMW тройку. Вот простую машину. Давай возьмем Tesla. Давай возьмем Tesla. Вот. Она стоит там 4 миллиона рублей бэушная, там 6, там 5 с лишним миллионов новая. Вот машина стоит 5 миллионов. Возьмем 5 миллионов, вот то, о чем я тебе говорил, что деньги всегда равно время. Вот если ты эти 5 миллионов зарабатываешь там за 5 лет, в год по миллиону, то твоя Tesla равняется 5 годам жизни. Она не равняется деньгам, она равняется времени, которому ты на нее потратил. Вот ты садишься в нее, и ты в первую очередь что ощущаешь? Это безопасность, и то, что машина тебя полностью как бы облегает, она умная, она хочет, чтобы ты на ней ездил, там хорошая музыка и так далее. Вот представь, ты с утра едешь на работу, ты весь раздраженный, ты не с той ноги встал, я не знаю, мало поспал. Ты садишься в машину, и если ты едешь на машине там, которая стоит там дешевле, опять-таки мы сейчас не говорим о том, что нужно позволять тебе все дорогое. Я тебе говорю про то, что ты покупаешь. Вот у меня там вторая машина, это Datsun, это Калина вторая, которая переделана Ниссаном. Вот, я еду в этой машине, я на ней кайфую гонять по лесам, по бездорожью, она полностью переделана, она такая КГБшная, полностью там подвеска, двигатель, коробка, все. Поеду ли я на ней в дальний путешествия, хотя я путешествовал, я там за год намотал больше 60 тысяч километров, чтобы ты понимал, это в месяц по 5 тысяч. Комфортно ли ехать на этой машине? Нет. И ты еще больше будешь раздражаться. Шумоизоляция, вибрация с дороги. Когда ты едешь на хорошей машине, либо любую взять хорошую вещь, ты в ней чувствуешь себя лучше. И ты покупаешь за деньги в первую очередь ощущение. Когда люди говорят то же самое, новый iPhone, и сравнивают, ну вот у него там в 15-м Pro Max появился Type-C. Но тебе нужно понимать, что дело не в Type-C. Дело в первую очередь в том, что тебе этот телефон даст. Я, допустим, обновляю телефон, и я там 15-й Pro Max тоже не покупал, потому что реально слишком. У меня 14-й Pro Max. Вот, у меня тоже, типа, ту матч за 15-й Pro Max. Но я купил там 14-й Pro Max за его качество съемки. Ведь я дальше эти видео могу показать своим родным. И они могут... Эмоции, которые они приносят. Конечно, я пересматриваю, и мне это доставляет эмоцию. Когда-то там за 100 тысяч телефон купленный приносит радость по сей день. В нем хорошие динамики, я могу с ним искупаться. Вот я там летал в Дубай, там в океан, пожалуйста, в бассейн, пожалуйста. Ты снимаешь классные видео. Ты не покупаешь предмет роскоши. И вот это тоже разность. На что ты тратишь деньги? Для того, чтобы понтоваться? Или для того, чтобы ловить те самые чувства, которые дарят тебе товар? Абсолютно. Ну и особенно, если у тебя есть социальные какие-то странички, где ты это используешь. Вот YouTube-канал. Куда бы ты ни полетел, а если ты часто путешествуешь, и там красивые виды, важно запечатлять. Ты же понимаешь, что вообще камера, в принципе, не запечатлевает очень хорошо всю окружающую красоту. Чем лучше телефон, тем более ты способен точно передать тот образ, ощущения, которые ты увидел. И намного легче это потом смонтировать и вставить. Поэтому нужно стремиться к энергии баланса. И вот мне мой друг близкий, мусульманин, он говорит, я у Бога всегда прошу скромности. Вот я этого тоже начал просить. Потому что, когда ты ездишь на разных машинах, которые стоят и 10, и 40 миллионов, не мои, понятное дело, это, допустим, знакомых, ты так или иначе чувствуешь себя в потоке по-другому. Слушай, я тебя сейчас перебью. У меня такая была в жизни ситуация. Когда я, уехав в Америку, работал там первые годы у человека, у которого сейчас где-то 230 машин. То есть я за свою жизнь, за последние 3-4 года переводил, наверное, все машины, которые только возможны. И то, что я ощущал, я когда-то маленьким мечтал просто в каждой из машин, которой я еду, просто почувствовать, что это. И я стал себе там на уже 10-20 раз, когда я тупо выполняю операционку, типа из аэропорта везу ее там клиенту. Я понимаю, что это вообще обычное состояние, которое типа, ну, ничего сверхъестественного в этом нет. Вот нужно снижать важность. Да, когда мы понимаем, что важность не то, что я еду в этой машине, а важно, как я вообще на привычке себя натренировал чувствовать. Я могу себя чувствовать суперхорошо и в Астон-Мартине, и суперхорошо в Тойоте Камри. Да. И без разницы сяду я в БМВ, не БМВ и не другая машина определяет мое состояние, а я научился определять свое состояние вот сам. И я, ну, в любую машину привезу вот это свое состояние. И так же и с людьми. Неважно, кто тебя окружает, я в любое какое-то сообщество привношу себя, и типа я вижу ценность, ну, свою, которую я натренировал. Потому что убери эти машины, убери капитал, там, социальный, финансовый. У тебя остается что? Твое восприятие себя, кто ты есть, какие умения у тебя есть, там, играешь в шахматы, создаешь там разные виды бизнесов, инвестируешь, либо умеешь управлять вертолетом. То есть вот эти умения, которые ты собой всегда возьмешь, вот это определяет человека. Согласен. Нам уже пора завершать. Макс, очень, смотри, я вообще не ожидал, что будет так круто. Вот смысл и посыл канала «Мастерской души» и вот разговоры по душам, это в том, что вот есть одинаково мыслящие в одном направлении люди. Вот у нас вот реально сейчас 58 минут прошло, а для меня вот как будто мы только сели. Время пролетело супербыстро. Я благодарен, что ты согласился вообще на эту авантюру и инвестировал время. Я такую вещь скажу под конец, да, скорее. Деньги же это энергия, но говорят, деньги портят людей, деньги лишь проявляют людей. И поэтому великое, что мы можем в себе сделать, это воспитать человека. Как мужчине, ну, что я могу сказать мужчину, потому что я в первую очередь мужчина. Я хочу сказать, что в себе нужно воспитывать характер, а самое главное поступки. И самая главная энергия благостности и любви, она должна присутствовать в каждом из нас. Ее мы должны растить. И даже в те моменты, когда трудно и хочется поступить тяжело, ну, поступить, я бы сказал, другой энергией, какой-нибудь агрессивной. Решить вопрос как-то, знаешь, типа там с агрессией. Через силу. Через силу. Да даже просто там обозвать человека, поругать. Вот попробуй принять как есть. Поменяй эту энергию. Постепенно ты научишься. И вот если научиться порождать благостную энергию, жизнь меняется вообще кардинально в другую сторону. Весь секрет, который люди ищут, он состоит в энергиях. Балансировки энергии. Балансировки энергии. И в том, чтобы вести дневник, потому что важно себе давать отчет. Нам, мужчинам, людям рациональным, нужно все писать. Прям себе дотошно. Сейчас я, секундочку, я сегодня приехал на подкаст с чем? С дневником. С дневником. И у меня есть такая традиция, я тебе дам этот дневник, открой любую страницу, пальцем ткни в строчку и прочитай. Хорошо. 10, 15, 20 процентов за предоставление тро... Подожди, сейчас ты прощешь. А, трафика клиентов через развитие инструментов, приведение аудитории. Вот видишь, это, кстати, твое направление, чем ты занимаешься. Представляешь, как это работает? Да. Это весь дневник, который... Вау, слушай. Это я даже не знаю. А, это я когда расписывал модель бизнеса в Завидово. Да, да, тоже вот модель. Все, что сюда не попадает, забывается. 80 процентов забывается. Так и есть. Поэтому обязательно нужно записывать. Макс, ты крутой. Спасибо. Благодарю тебя за время. Вот. Шеф Макс, Макс. Ребята, подписывайтесь на наш канал, делитесь, если вам понравилось, конечно. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Это тоже будет помогать продвижению нашего канала. Я, главное, получил удовольствие. Я, типа, расширил свое сознание. Поэтому, кто хочет, присоединяйтесь. А главное, любите. Все.